Наибольшую поддержку Азербайджану в мировом масштабе оказывает Турция. В свою очередь, Баку во всех вопросах поддерживает Анкару. Два государства, два народа всегда находятся рядом друг с другом. И это единство вечно. На этой неделе столицу посетил президент братской страны Реджеп Таип Эрдоган для участия в заседании Совета стратегического сотрудничества двух республик, уже восьмого по счету. Визиты лидеров осуществляются регулярно. Каждая встреча представляет большое значение. Подробнее о визите в нашем следующем материале. Наши взгляды во многом совпадают. У нас одни намерения и цели. Направлены они на развитие турецко-азербайджанских дружеских и братских связей. Это подчеркнул президент Азербайджана в рамках заявления для печати по итогам прошедшего в Баку восьмого заседания Азербайджана Турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Стороны обсудили многие вопросы, приняли важные решения и подписали документы. «Естественно, обсуждались пути урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Хочу еще раз поблагодарить моего дорогого брата за постоянную поддержку Турции правового дела Азербайджана. Однако неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования конфликта. Крайне противоречивые и опровергающие друг друга заявления руководства Армении наносят большой ущерб переговорному процессу». «Все страны мира признают, Нагорный Карабах – это Азербайджан. Ни одно государство не признает незаконное образование на оккупированных азербайджанских землях», – отметил Ильхам Алиев. И подчеркнул, конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета страны, неприкосновенности ее границ. Что касается экономической сферы, то президент Турции недавно поставил цель – довести торговый оборот до 15 миллиардов долларов. По мнению азербайджанского лидера, это возможно. В прошлом году товароборот между двумя странами увеличился на 33% и достиг 4,5 миллиарда долларов. «В настоящее время в Азербайджане работают около 4000 турецких компаний, которые более чем в 300 проектах проделали работу в объеме 16 миллиардов долларов. По этим параметрам Турция занимает первое место. На сегодняшний день Азербайджан вложил в экономику Турции 18 миллиардов, а Турция в экономику Азербайджана – 12,5 миллиарда долларов инвестиций. Это еще раз подтверждает наше братство, потому что только в братскую страну можно вложить такой объем средств». Говорили президенты о проекте ТАНАП, основной части Южного газового коридора, реализации его последнего сегмента ТАП. Обсуждались и другие вопросы, связанные с энергией. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в области обороны. Только в прошлом году было проведено 13 совместных военных учений. В нынешнем году их будет еще больше. Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции. Большие достижения есть и в транспортной сфере. Успешно функционирует построенная совместная железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании относительно строительства железной дороги Карс-Нахчеван. Этот вопрос имеет особое значение, так как из-за оккупационной политики Армении Нахчеван уже много лет живет, можно сказать, в условиях блокады. Поставка производимой в Нахчеване продукции на внешние рынки является большой проблемой. Строительство железной дороги Карс-Игдыр Нахчеван устранит эту проблему. И таким образом развитие благосостояния Нахчеванской автономной республики, где проходит единственная сухопутная граница между Азербайджаном и Турцией, улучшится. Большой потенциал есть в сферах сельского хозяйства, образования. Никаких разногласий между сторонами нет. Мнение едино. Еще больше усилить Турцию и Азербайджан. Раджеп Таип Ардуган подчеркнул, будем расширять сотрудничество во всех областях. А вопрос Карабаха, отметил турецкий лидер, для Турции такой же вопрос, как и для Азербайджана. Наше самое большое желание – регулирование Нагорно-Карабахской проблемы в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы будем продолжать оказывать Азербайджану поддержку в этой справедливой борьбе. Хочу открыто сказать, что минская группа, к сожалению, не искренне в данном вопросе, так как потеряно почти 25 лет. Почему? По какой причине нет никакого результата? Естественно, надо говорить и об этом. Ходжалы на глазах всего человечества было совершено одно из самых страшных злодеяния 20 века – убийство детей, женщин и стариков. Неизвестно, что азербайджанские братья, карабахские переселенцы, также носят в своем сердце Ходжалы, как тлеющий костер. В 28-ю годовщину Ходжалинского геноцида от себя лично и от немнимо его народа еще раз проклинаю тех, кто слышал это зверство. Президент Турции также выразил соболезнование азербайджанскому народу в связи с убийством армянскими вооруженными силами азербайджанского пограничника Ибрагима Вилиева. Это произошло 24 февраля в направлении села Гушчуайрым Газахского района Азербайджана. В завершении Реджеп Тайфердоган выразил признательность Ильхаму Алиеву за гостеприимство, оказанное лично ему и турецкой делегацией.